ДИСКЛИФОТБОЛЬНЫЙ СУПЕРЛИГИ Нет, нет, он все-таки иногда расчехлит свою пушку, как говорится, и в нужный момент забьет нужный гол. Ну а так, что с ним, что с ним, как бы одинаковая команда. А соперником номерейта по пятому туру был Кристалл, команда открытия нынешнего чемпионата. В четырех стартовых встречах Кристаллические одержали четыре победы и на пару с Сумбирском возглавляли турнирную таблицу. С прошлого года уже как бы претендовали, хотели высокие места занимать, но где-то не повезло. Я думаю, в этом году мы возьмем свое. Гнем, гнем свою линию. У кого, кто сегодня захочет больше выиграть, тот и победит. Давай с желанием, с настроем. Давай, давай, давай. Давай, веселее, давай. Один за всех. И все за одного. Брать свое в нынешнем сезоне для Кристалла – это значит не броско, не ярко, зато надежно. Вот и матч против действующих чемпионов Кристаллические начали очень строго в обороне. Полтайма у Мобиретта не получалось ровным счетом ничего. А затем, как снег на голову, в финальте. Ворота Антона Загородникова. А в придачу красная карточка и удаление одного из лидеров Кристалла – Александра Мухина. Вот только поиграть в меньшинстве кристаллическим не довелось. Юрия Духаков в финальте исполнил хронокровно. У Мобиретта повел 1-0. Пропустили мяч, как бы неприятный такой, который не ждали. Ни откуда он, скажем так. А, так, только сплотил коллектив, который без того сплоченный. Сплоченный Кристалл во втором тайме еще больше уперся в обороне. И вот уже дал Китар Антон Загородников выдает пулевой пас у Паниса Закирова. Форвард резким рывком ушел от Руслана Снатольной и точным ударом в угол сравнял счет. Чтобы вернуть себе лидерство, Мобиретту потребовалось 15 секунд. Это Руслан Снатольев исправился за свою ошибку в обороне. Мужская игра там, и все. Мне кажется, ничего лишнего не показали, ни они, ни мы. Свои моменты надо забивать, просто реализовывать. А мы сегодня создали, но не забили. Зато Кристалл показал почти 100% моделизацию моментов. За три минуты в финальном свистка Фанис Закиров воспользовался несогласованностью Андрея Злыдова и Юрия Агульхакова. Вышел один-один с голкипи Мобиретт Александром Кузнецовым и сравнял счет. Ничья 2-2, которую выкистала с пас голкипи Антон Загородников. На последних секундах он отразил ударный порт, а уже после финального свистка попал в объятие своих партнеров. Могли сыграть вообще 0-0, тут бы ничего такого удивительного бы и не было. 2-2, хороший счет. Ну, конечно, по игре у нас было больше моментов, чем у меня. Ну, счет хороший, боевой. Боевитостью в пятом туре отличилась еще игра Платона ПСК и Контактора. Судьбу встречи решил один-единственный гол лидера бомбардирской гонки Игоря Ахмедшина. Результативный удар форварда состоялся на 40-й минуте и принес Платону вторую победу в сезоне. Также немного забивали Авангард и Штальбук. 3-1 в пользу заводчан. Зато симбирская погода в доме своих соперников буквально раздавили. 8-2 горожане разгромили юниор, а погода испортила настроение промресурсу 9-1. Таким образом, в Суперлиге осталась только одна команда, которая не знает очковых потерь. Это симбирск оберхов. 15 из 15 возможных. Кристалл хоть и притормозил, но отставание всего пару баллов. Мобирейк, потеряв два очка, позволил догнать себя в Авангарду. Рядышком погода в доме и Платон ПСК с юниором. До призовой тройки им всего пару очков. В списке лучших бомбардиров куда все плотнее. Игорь Ахмедшин, Алексей Цыганцов и Константин Убаськин. Вот три кита, на которых держится гонка голеадоров. Следующий, шестой тур чемпионата пройдет в первую субботу декабря. Центральная встреча та, в которой симбирск оберхов сыграет с погодой. И не надо смотреть на восьмиочковую разницу между этими командами в турнирной таблице. Погода в последних турах разыгралась и показывает хороший футбол. 9 мячей в ворота промресурса лишнее тому подтверждение. Начало поединка ровно в полдень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова